Николаевка – это боль Симферополя, так считает глава районной администрации Ольга Бойко. Недавно там случилась беда. Из-за неблагоприятных погодных условий произошло частичное обрушение главной набережной. И это еще не предел. Николаевка медленно, но уверенно рушится. Сейчас больше всего поселок нуждается в берегоукрепительных сооружениях. Средств пока что на этот ресурс не выделено, однако и сами собственники гостиничных комплексов, расположенных там, обзавестись и не торопятся. Отсутствие берегоукрепительных сооружений для отдыхающих – опасность. Берегоукрепительные сооружения ложатся на государственные плечи, на плечи жителей, а деньги зарабатывают предприниматели, которые расположили гостиницу. То есть мы тоже как-то будем отрабатывать это просто, чтобы это было совместно. Но есть и приятная новость. Недавно Ольга Бойко встретилась с губернатором Ленинградской области. На переговорах подняли одну из наболевших тем – аварийное состояние детских садиков в Симферопольском районе. Эта проблема тревожит крымчан уже давно. Теперь делегация готова взять все ремонтные расходы на себя, и в скором времени полноценно заработают 12 детских садов. Они нам будут ремонтировать детские сады. То есть благодаря, если все у нас получится, то мы сможем свою очередь в детских садах сократить на 50%. А очередь у нас большая, у нас больше тысячи детей стоят в очереди от 3 до 7 лет. На сегодняшний день есть еще одна актуальная тема расширения международного аэропорта Симферополь. Вскоре планируют построить еще один терминал. Уже сегодня в селе Укромном глава администрации встретилась с собственниками земельных участков, которые окружают сам аэропорт. Там они обсудили тему выкупа необходимой территории. Всего для постройки терминала необходимо 20 гектаров земли. Эвелина Белошапка, Служба новостей и ТВ.